Берлинские окна Добро пожаловать Юрий Векслер Добрый вечер Юрий Векслер один из наиболее известных журналистов, живущих в Берлине Его очень часто можно услышать на радио Свобода Однако это не единственный амплуа, в котором он выступает на арене Берлина Юрий в первой своей жизни был режиссером Окончил театральное училище имени Щукина Работал в ведущих театрах Москвы Но в 1992 году решил переехать в Германию И здесь он тоже продолжал театральную деятельность Участвовал в различных фестивалях Та же делал постановки Ну а где-то с 1996 года, как я понимаю Все-таки решил поменять свой основной вид деятельности И вот стал заниматься журналистикой Юра, мы очень часто встречаемся с тобой Однако с ролями наоборот То есть обычно, или часто ты берешь у меня интервью И я рад вот этой возможности наконец-то помучить тебя В моей роли интервьюера Недавно только вышел все-таки твой фильм Который ты снял, вернувшись вот, видимо, к своему бывшему призванию Опять же, будучи автором фильма документального Это фильм о известном писателе Который, к сожалению, недостаточно известен в России Так как он бы заслуживал этому быть О писателе Горенштейне Который жил и в России, и в Вене Ну а последние десятилетия, последние годы Жил в Берлине Он, кстати, жил абсолютно в двух шагах отсюда Да, для наших телезрителей мы снимаем нашу передачу Недалеко от знаменитого Курфюрстен Дама В Берлине И вот очень интересный факт, что Герой этого фильма, который шел, кстати говоря, по нашему каналу Буквально некоторое время назад Жил здесь неподалеку Фильм довольно подробно излагает, в общем, биографию Так или иначе Горенштейна И делает попытку познакомить с его главными произведениями Потому что вообще документальный фильм о писателе У профессионалов кино считается делом заведомо провальным Потому что, ну, писатель, он пишет Надо брать книжки и читать Чего о нем рассказывать Если писатель знаменит, как там Габриэль Гарсио Маркес Тогда почитатели его таланты интересуются подробностями жизни Его связями, там, женщинами Чем-то другим Значит, но когда он знаменит А когда он неизвестен Это вообще Когда он просто хороший писатель Да Что можно сказать Но я это сделал Потому что это было каким-то естественным развитием Того, что я после смерти Горенштейна Я, кстати, был с ним знаком Но я при жизни его мало читал Я понимал, что он большой писатель Кое-что я даже делал Но я читал в основном, когда он умер И когда я прочитал Я понял, что здесь жил большой писатель И он полузабыт Если здесь кто-то не начнет что-то делать По восстановлению памяти о нем По популяризации его Это, по-немецки говорится, ведь Значит, добро, оно только рукотворно Если ты ничего не делаешь, ничего не происходит Когда ты что-то делаешь Есть шанс Тоже не гарантия Но что что-то сдвинется Юр, у меня вопрос В принципе, мы не обязательно, так сказать Долго говорить об этой личности Но личность все-таки неординарная И тем более это герой твоего фильма В чем заключается причина Того, что человек такого калибра Писатель такого формата Абсолютно, ну, практически Естественно, его знают люди Которые действительно ценят литературу Но в России Да, в принципе, и на Западе Несмотря на изданные книги Его не знают Что произошло? Ну, происходит всегда Примерно одно и то же Когда есть некая новизна Я считаю так В чем его новизна? Там, где этой новизны было несколько меньше А именно, он был талантливым киносценаристом Вот у меня книжка Его киносценариев Кстати, известные фильмы Да, да, да Она называется так Раба любви Вот Раба любви Фильм по сценарию Горенштейна Как и фильм Андрея Тарковского Солярис Как и фильмы Где иногда в титрах его нет Например, первый учитель Кончаловского В фильме Андрея Рублев Монологи Рублева написаны Горенштейном То есть там, где Требовалось профессиональнейшее мастерство Но без прямого участия личности Без его мысли Там он был более-менее в порядке Там он был признан Это все шло хорошо Что касается его литературы То у нее есть одно качество Она противоречит изначально Концепции советской литературы Того времени А именно Это концепция так называемых шестидесятников Можно о них говорить хорошо и плохо Но важно, что это были люди Которые признавали Возможность социализма с человеческим лицом Для Горенштейна же В силу его биографии Он был сыном репрессированного отца Погибшего Потом он вынужден был скрываться с матерью Он скрывался и от немецкой оккупации Они бежали вовремя из Бердичева Где все евреи Каковым он относился Были уничтожены Все это вместе Но при этом погибла его мать Мать погибла во время войны Умерла Он остался сиротой Он был даже в детдоме Все это То есть он видел мир Глазами осиротевшего ребенка К тому же талантливого ребенка По восприятию этого мира Поэтому он не мог верить в те сказки В которые могла поверить Интеллигентная прослойка Я бы так сказал Допустим Москвы Да Вот И это ему не простили Это ему не то, что не простили Его литература не содержит Вот этой степени неправды Вот Этой степени неправды не содержит Вот того, что у другого Совсем другого писателя Владимира Сорокина Есть вещь, которая называется норма Вот эту норму А мы там догадываемся Что когда там герои едят некую норму То они едят некую норму Чего-то несъедобного Не будем уточнять чего Человек обязан был съесть эту норму Эта норма присутствовала Во многих произведениях Советских авторов того времени А у него этого не было Он не был антисоветчиком Это не антисоветские вещи Ну и потом еще одна важная вещь Это все-таки Взгляд на человека С точки зрения Ветхого Завета То есть это безжалостный Взгляд Я бы сказал Такого библейского реализма Что тоже, конечно Не радует читателя Потому что читатель видит Это правда Но это правда Это не то зеркало, которое льстит Вот Поэтому это Ну и еще много разного Потому что он Был человеком Не держащим Листок урта Как по-немецки мы говорим Значит Он отвечал на Все, что ему не нравилось Довольно резко Даже Вопреки своему желанию И наживал себе Друзей Простой пример Когда он в 91-м году Уже из Берлина Приехал в Москву Ему казалось Что настало его время Потому что Издали его книжки Все замечательно И он в местных интервью Сказал Про людей Которых В общем он знал хорошо И они его знали Про писателей Шестидесятников Кто это были Ерофеев Имеется ввиду Виктор Ерофеев Ерофеев Попов Или Аксенов Он сказал про них Про всех скопом Это были люди Фальшивые оттепели Фальшивого ренессанса Да они и люди были Все фальшивые Я сказал Несколько раз Это напечатано в газетах Такие вещи не прощают Такое не прощают Не прощается И поэтому конечно Он был кем-то задвинут Кем-то замолчан Вот Все вместе И сложность литературы И вот это вот Хорошо Но почему ты сделал Почему ты принял на себя Вот это вот призвание Эту миссию Популяризации Или объяснения Горинштейна Что тебе не хватало Ведь ты У тебя есть ты Популяризируй себя Почему тебе захотелось Популяризировать Именно Именно этого писателя Любимый Хотя у них были непростые отношения Горинштейн Кинорежиссер Андрей Тарковский Сказал как-то другому Режиссеру Соловьеву Ты знаешь Говорит Я хотел бы очень Делать фильмы На которые шли бы толпы людей Чтобы Мои фильмы любил народ Чтобы они Все хотели смотреть Мое кино Но я не умею делать Такие картины Я могу делать только то Что я делаю Я другого не умею Это частичный ответ Но наверное Есть какая-то инерция Дело в том что Я Когда он умер Я довольно быстро Понял Гораздо лучше чем Дота Го Конечно Что это за фигура И То что он жил здесь То что мы были знакомы Значит Я как журналист Сделал там радиопередачу Одну радиопередачу Другую Есть такая Эпиграмма Александра Иванова На поэта Наровчатова Сегодня уже никто не вспомнит Кто это Но Наровчатов был Советский поэт Фронтовик Он прошел войну Эпиграмма была простая Было время Шаг Печатов Был солдатом Наровчатов Так Печатов И Печатов Стал поэтом Наровчатов Я стал популяризатором Гринштейна В каком-то своем Инерционном движении Познание его Чтение его Получение наслаждения От его книг И желание об этом С кем-то поделиться А может быть такое Что В этом Есть какой-то отзвук Может быть боли Может быть травмы Человека Или поколения Людей искусства Людей творческих Которым приходится Покинуть Свою Родину Которая они Не чувствуют себя Тоже Особо вольготно И которые В принципе Несмотря на Их творческие порывы На качество Их творчества Остаются Неизвестными Остаются Непризнанными Может быть это То что Было как бы Созвучно Тебе В биографии Гринштейна Ведь он Представитель Вот именно Такой Он Кстати Один из писателей Который А может быть Даже единственный Ну не единственный Наверное Надо посмотреть Кто Никак не вернулся Ведь многие Кто уехали в эмиграцию Вернулись потом В страну Аксенов Войнович Были разные люди Значит Многие возвращались Он Не вернулся На вопрос Не собирается Он возвращаться Он сказал Я не мазохист Значит Это было Очень ясно Такой жесткий ответ И то что он Не вернулся Это тоже работало Против него Против его книг Против их популяризации В России Подробнее Может быть не стоит Честно говорить Вот Это вызывало Мое конечно Сочувствие Но главным образом Вызывало Знаете Вот когда-то Обродский Рассказывал Как он впервые Приехал в Венецию И главное От чего он страдал От того Что он был один Что у него Не было возможности Сказать Смотри Смотри Кому-то Рассказать Что ты Сегодня для этого Есть фейсбук Сегодня для этого Есть фейсбук Хотя фейсбук Для популяризации Книг Не самое лучшее Но Ну а что Но в Венецию Можно показать Очень хорошо Тогда этого не было Поэтому Было желание Поделиться Вот У меня был Слава Богу Свой плацдарм Радио Свобода И я уже не помню Сколько я передач Сделал в первые годы После смерти Горенштейна Скажу Больше Я тогда На фестивале Дни еврейской культуры Поставил спектакль По рассказу Горенштейна Шампанское с желчем В нем играл Мой друг Замечательный Советский Российский актер Александр Филипенко И играл Другой Вахтанговский Актер Который Многие пожилые люди Помнят Эрнст Зорин Эрик Зорин Играл Главного героя Этого рассказа А Филипенко Это естественно В такой ситуации Играл Всех остальных Персонажей Вот Поэтому Вот это все Эта школа Прохождения Этого спектакля Оно работало На меня Ну Действительно Вот И может быть Это тоже лишний анекдот Но Мы живем Отбирая И свой саундтрек В жизни И отбирая Свои книжки Для себя Вот эта книга Которая наша Бабель любил Такую шутку Он в компаниях А он был популярным Человеком При жизни Так много народу Приходит Бабель Ой Исаак Менедж Пришел Он пробрасывал фразы Говорит Ну вообще Интеллигентному человеку Достаточно в жизни Прочитать 10-12 книг Тут конечно Все говорят Какие А какие Какие Ну Ну конечно Для того Чтобы определить Свои 10-12 Надо прочитать Пару-тройку Тысяч томов Ну вот Я уже в том возрасте Когда свои книги отобраны И у меня были книги И Горинштейн Дополнил Вот эти мои 10-12 Очень мощно Я понял Что его мне не хватало С таким взглядом На человека С таким взглядом На историю России А он Несмотря на то Что он не вернулся Тоже ведь парадокс Он до конца дней Занимался В общем-то Только Россией Даже не Украиной Откуда он Где он пожил 30 лет Первых Россией Он написал про Ивана Грозного Огромную книгу Он написал про Петра Первого Я вижу Мы можем Всю передачу Говорить только о Горинштейне Но мы не будем Ты так красивый Так элегантный Так интересно Растворяешься В Горинштейне Что мы не находим тебя Давай найдем тебя Давай поговорим О тебе О том Насколько Потому что Мне бы хотел Все-таки Развить вот эту тему Ты как человек Творческий Человек искусства У которого Прекрасные друзья В Москве Ты В 92-м году Пакуешь чемоданы И переезжаешь В никуда Практически Скажем так 92-й год Тем более Ты переехал Как я понимаю Не в Берлин Нет Ты переезжаешь В культурную Абсолютную пустыню Да Я помню 93-й Когда я переехал В Германию И то С Берлином Сегодняшнего дня В плане Русской культуры Не сравнится Как ты Смог Так сказать Не потерять себя И Ну скажем так Не жалеешь ли ты О том Об этом шаге Нет Абсолютно Конечно нет Я переехал В Баден-Вюртенберг Вскоре Жил в городе Фрайбурге Первые три года В Германии В Фрайбурге Значит Я пытался Тогда И даже имел Какие-то надежды Попасть Работать В немецкий театр Я не был Неизвестным Режиссером В России Ну и более того Это театр В я работал Были довольно Специфические Хотя это был Театр Марка Розовского Которому Вот как раз Когда мы записываемся В этот день Ему 80 лет Вот Значит Работал у него В театре Работал еще В одном замечательном театре Это третье направление Но у меня были Представления Что я могу И хотя в Москве Больше как директор театра И у меня были Рекомендации В театральную школу Ганновера И еще какие-то И я пришел В театр Фрайбурга С моим тогда еще Очень слабеньким Немецким языком Значит Предложением Что я могу Что-то у вас Попробовать делать Ну Мне даже дали Попробовать Я попробовал Значит На одном спектакле Было совпадение Они ставили пьесу Юрьева Есть такой Автор Живущий в Германии Которая называлась Маленький погром В стационном буфете Это про Такой еврейский погром Это такая Специфическая пьеса Где В одном Каком-то месте Люди Семья Играют спектакли Для себя Разыгрывают И возникает погром И тогда они просят погромщиков Дать им доиграть спектакль Погромщики ждут Это спектакль Примерно такая Пабула Это очень яркая штука И Я работал там В основном Занимаясь подбором музыки Что Отдельно я очень люблю Но я не сошелся С характером С режиссершей Которая это делала Она была Еврейского происхождения Из Баварии То есть Баварская еврейка У нее была замечательная Фамилия Диамантштайн Эфа Диамантштайн И она Мне сказала Что я Ставлю Про то Что я понимаю Про себя Про свою Про свою судьбу И вы Ваши советы Не попадут Не в кассу Будь я не в кассу И я с ней даже поссорился И не поссорься Я с ней Может быть какое-то движение В этом театре было бы Но это была Сразу Дорога закрыта Значит И я Довольно скоро Уехал в Берлин Почему уехал в Берлин Потому что у меня было предложение Здесь работать В театральном центре В некоем И я начал работать Я целый год работал Он здесь в Берлин Называется он Акт-Цент Им руководит Юрий Альшиц Который Ученик Анатолия Васильева И я там работал А мы с ним дружим По сей день Но тоже это работа Я не педагог Мне это не было близко А административно Ну неважно Как ты пришел к журналисту? Это было очень смешно Я устраивал концерт Я обклеивал Это 96-й Обклеивал бумажками весь город И узнал Что есть некое радио-мультикульти Которым занимается Олег Зиньковский Я позвонил Олегу Зиньковскому Говорю Вот Могу я у вас сделать объявление? Он говорит Да, пожалуйста Приходите Объявление концерта? Что-то это Я сделал объявление И потом Через какое-то время Олег сказал Может вы еще что-то сделаете Какой-нибудь репортаж Я так потихонечку Начал это делать И оно пошло-поехало И я довольно быстро Обретал спасибо Кстати В частности Олегу и другим Какое-то Понимание профессии Более того Она оказалась мне не чужой Потому что В моей жизни Были опыты журналистские Не важно сейчас какие Но были То есть Как бы Сама природа Этого Этой профессии Была мне вполне близка А тут оказались Потрясающие Какие-то люди попадались Сюжеты Я, например, горжусь Я как журналист Тогда вот Тогда В 1927 году Я взял интервью У великого тенора 20 века Николая Гедда Николай Гедда Говорил на Семи или восьми языках Свободно У него было три родных Шведский Русский И немецкий И это Редчайшее его Большое интервью На русском языке Вот оно у меня Записанное есть Это моя реликлия Очень интересно Я думаю Что ты Очень многих Интересных людей Так сказать Брал у них интервью Но одна Я бы хотел С твоего разрешения Поговорить Об одной детали Которую Слушатели Радио Свободы И других Так сказать Радиостанций В общем-то Не знают На самом деле Ты Уникальный Журналист Поскольку Ты Журналист Так сказать Человек Говорящего Да Устного Жанра Но человек Который В нормальной Жизни Имеет Определенный Я не знаю Назвать это Дефектом Речи Эффект Фикции Да Ты Заикаешься Говоря по-русски Да Говоря по-медицински Локоневроз Да Локоневроз Да Это есть Как Как такое вообще Может быть Как может быть Журналист Который постоянно Бегает с микрофоном Берет интервью Что вырезают Это Или ты можешь Каким-то образом Это контролировать Ну Я бы так сказал Я свои передачи Готовлю Уже давно У себя дома На компьютере Там конечно Если я вдруг Заикнусь Я это вырежу Естественно Я споткнусь И вырежу Но вообще Я не знаю Как это объяснить Одно объяснение У меня есть Я в принципе У микрофона Не заикаюсь Я не заикаюсь У микрофона Я не заикаюсь Когда я даю интервью Заикание мое Возвращается ко мне Из детства Я бы сказал Тогда Когда я говорю себе Ну вот я отработал Период закончен Я сдал большую работу Сейчас у меня Ближайшие несколько дней Я буду отдыхать И вот тогда Мои домашние Страдают от того Что у меня Как отходняк Возникает Вот этот вот Локоневроз Я не могу Нормально Я говорю я все время спотыкаюсь Вот А остальное Как бы усилием воли Концентрации Я не знаю воли Мне кажется Что это направление Потока Энергии В другом направлении Оно снимает Уходит из той зоны Где эти опасности Я приведу другой пример Александр Филипенко Мой хороший Друг Многие годы Актер Актер Он страдал Язвой Желудка И у него Я его видел В свое время В жизни Желтым от боли Желтым Просто его Выворачивало Как только Александр Выходил на сцену Боль исчезала Потому что Его Вектор направления Энергии Был совсем другой И он снимал Внимание мозга Просто убирал Он ничего не чувствовал Потом Слава богу Ему вообще это все Сделали У него этого нет Но я помню его молодым Который был Желтым от боли Это все одно и то То есть это вот Определенная концентрация Определенный Фокус на то Ты перенаправляешь Да Перенаправляешь Своё внимание Юр Возвращаясь к вопросу Так сказать О твоем Жизненном пути Вот такое Определенное Может быть Замыкание Круга Скажем так Ты уехал Из Москвы Которая была Культурным центром Цветущей Ты уехал В Германию Где русскоязычная Культура Искусство Было Ну скажем так Эпизодическим И вот Сейчас ты живешь В Берлине В котором Вдруг Появляется Такой цвет Ну естественно С Москвой Это невозможно Сравнить Но цвет Искусства Сюда переезжают Люди Абсолютно О которых мы бы Никогда не подумали Что они сюда Переедут Начиная с Сорокина Которого ты Упомянул Ты Считаешь Что это тоже Такой исторический Эпизод Или Это момент Когда Количество Переходит в качество Когда Берлин Действительно Становится Центром Русской культуры Мне кажется Берлин Привлекателен Вообще Для Деятелей Искусств Чем Думаю Я что Тем Что Есть какой-то Дух То есть Я догадываюсь Я догадываюсь По таким параметрам Я же знаю Все-таки Германию Я жил Во Фрайбурге Я жил В Мюнхене В частности И бываю там Очень много Берлин Во-первых Нетипичный Немецкий город Берлин Город международный Город в котором Любой Второй Каждый второй Ответит тебе По-английски Не везде Это так Значит Берлин Город свободный Берлин Город Своей каких-то Больностей Своего юмора Своей какой-то Расковности В Берлине Не стыдно Быть бедным Это интересная вещь Есть города Например Мюнхен Стыдно быть бедным Это видно Ты поймешь Что тебя видят Ты бедно оден Тебя смотрят Сосок Поэтому есть масса Привлекательных счет Хорошо А почему в 90-х годах Не было Вот этого всего Российского Буйства Культуры Почему сейчас Ну Буйства культуры Может быть и сейчас Наверное нет Просто Мы привыкли к тому Что можно жить Я имею в виду Россияне привыкли Слава Богу Спасибо Там уже Горбачеву И даже И теперешней власти Что она пока Не запрещает возможность Уехать кому угодно Куда угодно И поэтому люди уезжают И они избирают Для себя Комфортную ситуацию Для писателя Конечно Писателя Я когда-то беседовал С Василием Быковым Который Тогда Давно было уже Жил на стипендии И Финляндии И что надо писателю Стол Листок бумаги И ручку Но самое главное Чтобы его никто Не дергал Вот спокойно Переделкино Называлось Это Подмосковные Сталинские Писательские дачи Каждый избирает Своё Переделкино И вот Людмила Улицкая Например Я знаю Может быть это Некий секрет Но у неё здесь Есть квартира Она не живёт здесь Она бывает Временами здесь Сорокин сейчас живёт здесь Насколько я опять же знаю Не точно Больше Породит много времени Наверное ему неплохо пишется Очень важно Чтобы писателю писалось Актёр не может так эмигрировать Ему нужна своя публика Ему нужен театр Есть актёры Которые живут в Берлине И играют в России Есть такие Да Вот Но они вынуждены ездить В Россию Играть там Они всё-таки здесь Играют мало Поэтому я не думаю Что это какое-то явление Но Берлин привлекателен Мы знаем Что он привлекателен Для дизайнеров Для художников Причём Не только из России Из Соединённых Штатов Америки Приезжала В Преславу В Берге живёт очень много Но сейчас Может быть Их там смещают Тем что Район Союза Очень дорогим Дорогим Но приезжали Снимали ателье И это цветёт здесь А тебя не настораживает Что вот такие вот всплески Интеллектуальной Культурной Жизни В Берлине Всегда Были перед катастрофами Так историю я конечно Не берусь оценить Я понимаю Что были Золотые Золотые Двадцатые Двадцатые Золотые Там Начало века До До Первой мировой войны Двадцатые Когда и русскоязычная Культура была Очень Представлена Вот тогда Была Представлена Я вообще Хотел бы Помечтать Чтобы в Берлине Был музей Русской литературы Написанный В Берлине Потому что Это на самом деле Грандиозная вещь В двадцатые Годы Здесь писали Не только Андрей Белый Марина Цветаева Эренбург Пастернак Но даже Саша Черный Который Вроде бы Относится Во время Не к другому Время А он здесь Был Он был Тем Кто поддерживал Владимира Набокова А Владимир Набоков А Фридрих Горништейн А Владимир Сорокин Большой Большой список Всех кандидатов Я знаю Есть даже Некоторые Которые Как исследователи Юлия Гусфельд И другие Которые Действительно Занимаются Именно этим Пластом Русскоязычной И русской Истории И искусства В Берлине Ну может быть Они когда-нибудь Откроют Музей По крайней мере Это интересная вещь Здесь масса написана Да Виктор Шкловский Написал свою лучшую вещь В Берлине Ну будем надеяться Что Настанет Этот Прекрасный день Когда откроет Такой музей И Может быть Настанет еще Прекрасный день Когда мы еще раз Встретимся И уже поговорим Об этом музее Здесь Перед камерой В нашей программе Берлинские окна В любом случае Огромное спасибо тебе За то Что ты пришел к нам Поделился Твоими мыслями Спасибо Я бы хотел Может быть Одну реплику Вот взяв еще Одну книгу в руки Это роман Называется Место Это роман Горинштейна Он недавно Переиздан Вот совсем Новая книжка Значит Роман Разделен На несколько частей Но Где-то и не важно Но Зачитаю две Койко место Место в обществе Место среди Жаждущих Место среди Служащих Место среди Живущих Но Это концепция Книги Из четырех Разных книг Каждый из нас Ищет свое место И находит Своё место И иногда Не находит Себе место Пока не найдет Своё место Поэтому Конечно Это Личное решение Каждого Остаться Там где он родился Или куда-то уехать И Ради чего уехать Ради того Чтобы Что-то свершить Я Как-нибудь В другой раз Ответил бы на вопрос Что мне удалось Сделать Живя здесь Я доволен Результатами В частности Вот этими Книгами Горинштейна Которые вышли За последние Шесть лет Они все Вышли по моей Инициативе В данном случае Самой рекламой Занимаясь С моими предисловиями И не будь Этой инициативы Этих книг В России бы не было Поэтому Я для чего-то Был сюда поставлен Я считаю Нашел свое место Я считаю Что я нашел свое место Прекрасно Желаю тебе И дальше Так сказать Это место Обустраивать Обустраивать И развивать На благо Нас всех Спасибо огромное Юра За то Что ты пришел К нам На передачу Ну а вам Дорогие телезрители Я желаю Хорошей недели И надеюсь Увидеть вас Скоро На следующей неделе На нашей Следующей передаче Всего самого наилучшего До свидания